Цепная дробь может быть записана в виде такого вот частного. Вверху некоторая функция, и внизу, изначально, таким же образом устроена функция, только без А0. Так вот, оказывается, можно ни о каких цепных дробях не говорить, а начать совершенно по-другому. И в таком случае мы обнаружим, что смысл этой самой континуанта Эйлера станет, мне кажется, понятнее. Эйлер предложил следующее. Есть две элементы, х и у. Давайте у на что-нибудь умножим и прибавим х. Получим такое выражение. Мы строим Z1, это А1, у плюс х. Z2, это А2, Z1 плюс у. Z3, это А3, Z2 плюс Z1 и так далее, и так далее. Zn получается по понятной формуле. Аn, Zn минус первое, плюс Zn минус второе. Это очень похоже на правило образования чисел Фибоначчи. Если в качестве всех чисел взять H1 и в качестве XY тоже взять 1, то мы получим последовательность Фибоначчи. Но давайте зададим себе вопрос, а если XY это произвольные переменные, произвольные буквы, и А это тоже произвольные буквы. Можно ли в каком-то смысле раскрыть все скобки? Ну, смотрите, Z1 тут раскрывать нечего. А в Z2 история такая. Нужно вот здесь вот раскрыть скобки. Получится А2, А1 плюс 1, это такой коэффициент при Y. И А2 это коэффициент при X. Замечательно. Между прочим, вот это вот как раз и есть континуанта от чисел А1 и А2. А вот это вот континуанта просто от числа А2. Просто по определению. Континуанта от двух чисел называется вот это, и континуанта называется вот это. Замечательно. Так вот, давайте теперь раскроем скобки для Z3. Вот я здесь выписывал Z3, поэтому раскрыть скобки не так уж и трудно. Что у нас здесь получится? Естественно, что у нас в любом случае получается сколько-то Y плюс сколько-то X. сколько-то Y. А3, А2, А1. Дальше просто А3 и А1. А3, А1. Какой коэффициент при Y. Хорошо. Какой коэффициент при X? Это А3, А2 и плюс Y. Ну вот, опять. Вот это вот выражение называется континуанта А3, А2 и А1. А вот это континуанта А3 и А2. Заметьте, я здесь мог написать при желании А2, А1, а мог написать А1, А2. Сейчас мы поймем, почему это всегда так, что можно взять и эти числа, читать слева направо или справа налево, почему результат будет один и тот же. Но пока это не важно, давайте каким-нибудь способом договоримся писать, например, по убыванию, давайте везде будем писать. Итак, что же у нас есть? У нас Zn для любого числа n, это есть какое-то выражение, каким-то таким образом составленное из букв А1, А2 и так далее, Аn, от букв А, Аn, Аn-1 и так далее, А1, да? Столько у, и сколько-то х. Правда, пока еще непонятно, почему коэффициент при х устроен по той же системе, что коэффициент при у, поэтому, ну, я не знаю, как делать, наверное, можно, скажем, как-нибудь скобки другие написать. Давайте я здесь поставлю, скажем, какую-нибудь такую вот скобку, все равно потом выйдет, что это та же самая квадратная скобка. Так, какую поставлю скобку? Понятно, что Аn не входит, да, потому что здесь вот, хотя нет, входит, входит Аn как раз, и здесь вот А3 входило, А3 входило. А1 никогда не появится, потому что, смотрите, вот здесь вот А1 не было, здесь А1 тоже не было, здесь А1 появилось перед буквой Y, понимаете? И все, оно навсегда уже будет при Y, и поэтому, либо А1 вообще нет в каком-то из слагаемых, либо оно есть, но есть вместе с Y. Замечательно, значит, здесь я пишу А1 и так далее, А2, вот, и мы должны сейчас понять, что, на самом деле, эти мои странные скобки, это все равно те же самые квадратные скобки, да, умножить на них, давайте поставлю пока такие квадратные скобки со странностью, а потом выяснится, что оно квадратное. Да, так вот, как же понять, что это за выражение? Довольно просто. Давайте возьмем и в этой последовательности букву X, на пустота, отбросим. И в качестве X возьмем вот это, да, а в качестве Y возьмем вот это. То есть начнем последовательность прямо с Y, отбросив X. Что тогда у нас будет? Есть число Y, после этого есть Z1, но сейчас уже, поскольку мы про X не хотим говорить, то вот, то фактически есть вот так вот, Z1, да. Ну, а после этого все пошли по нашим формулам Z2 и так далее, Zn. И если мы запишем формулу для Zn, то есть уже этажей стало на один меньше, да, потому что у нас вот это перестало быть формулой расчета, а просто число оказалось числом Z1. То мы получаем замечательное равенство. Zn выражается, раньше оно выражалось через Y и X, теперь оно выражается через Z1 и Y. Замечательно. Z1 умножить на, давайте посмотрим на что, давайте посмотрим на что, вот здесь вот были An-1, An-1, что мы сделали? Укротили ряд, были числа X, Y, Z1, Z2 и так далее, Zn, всего было N плюс 2 числа, а мы отбросили F в X. В результате ряд начинается с чисел Y и Z1, ну и заканчивается по-прежнему числом Z1. И у нас есть формула для случая, когда было N-1 равенство. Мы ее и записываем. Просто теперь никакого опергивания нет, потому что вот эта формула исчезла. Так, пока все понятно. Я не понимаю, откуда умножение там? Потому что здесь было умножение. Вот здесь было Y, здесь было X. У Y был коэффициент. Это некоторая формула от An-1 и так далее, а первая. И у X был коэффициент. Формула An-2. А теперь мы подрезали. Просто нет А-1. Ну и, соответственно, здесь не будет А-2. Теперь стало понятно? То есть считается, что мы во всех формулах стерли X. Нет, мы его не стерли. Просто мы начали не с X и Y, а с Y и Z1. У нас есть способ вычислять следующее число. И теперь мы, чтобы получить следующее, Z1 умножаем на А-2 и прибавляем Y. Нет, все остальные формулы остались. Ну, какая формула как была, так и осталась. Просто каждое следующее число получается из двух предыдущих. Вот это вот число называется Z2. Это я в курсе. Оно получается умножением вот этого на А-2 и прибавлением этого. Вот она формула написана. Эта формула не меняется от того, что X зачеркнули. Хорошо. Когда мы X зачеркнули в формуле Z1 и X... Нет, мы зачеркнули его только здесь. Дальше мы его нигде не зачеркиваем. То есть вот этой формулы просто не стало. Потому что здесь просто написано число Z1. И все. Представь себе такую операцию. Мы заштриховываем вот это вот как-нибудь. А здесь пишем вместо вот этого выражения Z1. Ну и естественно то же самое, как мы заштриховываем число X. И у нас получается все то же самое, только этажи на один меньше. Ну да. Ну соответственно формула должна быть верна. Так? Так, отлично. Теперь сравниваем. У нас для Z1 есть формула вот здесь. Внизу. Есть? Формула для Z1. Выражает через X и Y. И у нас для Z1 есть формула вот здесь. Правда выражает через Z1 и Y. Так, отлично. Ну понятно, что мы теперь можем сделать. Вместо Z1 написать его значение. А1Y плюс X. Ну и соответственно Z1 наберем. И после этого, ну собственно умножить. И посмотреть, какой будет коэффициент при X и какой будет коэффициент при Y. Давайте это сделаем. Что такое ZN? Y пойдет с коэффициентом, который пришел отсюда. Это А1 умножить на вот такую же руку. На континуанту, на чисел АН и так далее. И еще у Y есть такой коэффициент. И теперь X. С X даже легче. У X просто будет вот такой коэффициент. АН, АН-1 и так далее, А2-X. Отлично. И вот теперь мы должны сравнить эту формулу. С той, которая у нас вот здесь написана внизу. Заметьте, пожалуйста, X и Y это были любые числа. Ну или если угодно неизвестные. И поэтому, если вот это выражение равно вот этому выражению, то коэффициент при X вот здесь должен равняться коэффициенту X вот здесь. Обратите внимание, здесь были странные скобки от чисел АН и так далее, А2. А здесь квадратные от тех же самых АН и так далее, А2. Значит, странные скобки я могу убрать. И это самые настоящие квадратные скобки. Это уже дело. Это уже хорошо. Вот. Квадратные и странные скобки это одно и то же. И теперь, вот этот вот коэффициент должен быть равен вот этому. То есть, мы с вами получили рекуррентную формулу. Континуант от чисел АН и так далее, А1, равна континуанте от чисел АН и так далее, А2, умноженный на А1, плюс континуанте от чисел АН и так далее, А3. Вот мы с вами получили рекуррентную формулу. Давайте это перенесем сюда на доску. То есть, смотрите, что мы делаем. Мы А1 выносим за квадратную скобку и все остальные отставляем. Или же выбрасываем и А1, и А2. Рекуррентная формулу. Ну, по индукции теперь легко понять, что континуант от чисел АН и так далее. Первое действительно определяется правилом Эйлера. Нужно выписать все эти буквы и либо и все перемножить, либо какую-то пару соседних вычеркнуть и остальные перемножить, либо несколько пар непересекающихся соседних букв вычеркнуть и перемножить. Ну, давайте напишу пример. Скажем, если у нас есть пять букв А, Б, С, Д, Е, то как считать этот континуант по нашей рекуррентной формуле? Надо взять А, Б, С, Д, умножить на Е и прибавить к этому континуанту от А, Б, С. Замечательно. А что такое континуанта от А, Б, С, Д? Это континуанта от А, Б, С, умноженное на Д, плюс континуанта от А, Б. Да, вот тут надо не забыть все умножить на Е и прибавить к этому, то же самое здесь раскрываем, континуанта от А, Б, умноженное на С, плюс континуанта от А. Ну, континуанта от А, это просто А само, вот это вот, мы уже видели, это А, Б, плюс один, вот это тоже А, Б, плюс один, это тоже у нас появлялось А, Б, С, плюс А, плюс С. Так что все, если вы раскроете, то получите окончательную формулу. Значит, смотрите, вот когда здесь А, Б, С, умножаешь на Д и на Е, получается просто произведение А, Б, С, Д, Е. Когда берешь здесь, вот Б, С зачеркиваешь, оставляешь А, Д, Е, есть такое закрываемое, А, Д, Е. Когда наоборот, А и Б зачеркиваешь, остается С, Д, Е. С, Д, Е. Так, с этим разбрались. Теперь А, Б, Е. А, Б, Е. Потому что это была А, Б, плюс один. И еще Е. Ну и, наконец, вот это вот последнее, тоже не проблема написать, это будет А, Б, С, плюс С, плюс А. Вот давайте поймем, как это понятно, как все представили. Вот здесь вот выписаны все пять букв, здесь вычеркнули Б и С, то есть выписали пять букв и вычеркнули Б и С. Здесь вычеркнули А и Б, вот здесь вот вычеркнули С и Д, здесь вычеркнули А и В и С и Д, здесь вычеркнули Д и Е, вот здесь вот вычеркнули А, Б и ДЕ, и, наконец, здесь вычеркивали BC и DE. Так что мы поняли, как устроено для любого N это самое континент. Индукцией доказать эту формулу очень легко, потому что, смотрите, когда выписаны любые N буквы, то либо мы зачеркиваем A1, но тогда зачеркиваем и A2 тоже, потому что мы только парами можем, и получается вот это последнее слагаемое. Либо же мы не зачеркиваем A1, а зачеркиваем или не зачеркиваем из предыдущих, и тогда получается вот это. Когда A1 не зачеркиваем, то она просто является множителем. Замечательно. Замечательно, первую часть мы сделали. Кстати, заодно мы доказали, что вот эта континуанта равна континуанте A1, A2 и так далее, Аn. Это равенное, просто потому что правило симметричное. Переставлять внутри их нельзя, потому что это нарушит то, какие буквы соседние, какие нет. А вот когда вы читаете слева направо или справа налево, то то, какие буквы стояли рядом, от этого не зависит. Хорошо. Теперь давайте посмотрим на те же самые равенства чуть-чуть по-другому. Смотрите. У нас есть формулы, которые выражают... Все уберу пока. И восстановлю. Х пусть опять встанет на свое место. И равенство для Z1 тоже встанет, пусть на свое место. Хорошо. Давайте посмотрим на эти равенства в обратном порядке. А именно, представьте себе, что мы пользуемся вот этой вот нижней формулой для того, чтобы записать Zn-2. То есть, посмотрите, у нас здесь написано X, Y и так далее. А сейчас пойдем в обратном порядке. Значит, есть число Zn, есть число Zn-1. А вот Zn-2 вычисляется по вот этой формуле. Значит, смотрите, Zn-2, это и есть минус Аn Zn-1 минус Zn. Zn-2 вычисляем по двум предыдущим. Можем? Теперь вопрос. А Zn-1 посчитать можно? Zn-3 посчитать можно? Какое тут было предыдущее равенство? Zn-1 получалось как Аn-1, Zn-2 плюс Zn-3. То есть, Zn-3, это и есть минус Аn-1, Zn-2 плюс Zn-1. Так или нет? Так. Хорошо. И мы так, откручивая, в конце концов получим, что Y это минус А2, Z1 плюс Z2. И, наконец, X это минус А1, Y плюс Z1. Все понятно? Прошли в обратную сторону. Но если мы сумели пройти в обратную сторону, то у нас должны быть формулы. Собственно, те же самые, только вместо чисел А появится минус эти самые числа А. Значит, я могу написать, как X выражается через Zn и Zn-1. И так, X это и есть. Господи. Давайте сейчас поймем, что здесь будет. Так. Смотрите. Вот раньше были X и Y. Теперь у нас числа Zn и Zn-1. Раньше были числа А1 и так далее, а n-ая. И континута от них была коэффициентом при Y. Соответственно, сейчас те же самые числа, только с минусами. Поэтому я и должен написать. Минус. Вы помните, что не зависит от того, что с лево на право пишем или с право на лево. Это как раз неважно. Ну, например, так. Минус А1, минус А2 и так далее. Минус Аn. Вот это коэффициент при Zn-1. И теперь коэффициент при Zn. Он получается, если писать на одну букву меньше. А именно, не надо писать Аминное. Пишем. Минус А1, минус А2, минус Аn-1. У нас есть два столбика. Один столбик от XY к Zn, который дает нам что-то прямые формулы. Другой столбик, наоборот, от Zn-1 к числам Y и X, которые нам дают выражение для X. Так, все в порядке, да? Хорошо. Ну, а теперь соображаем, что вообще-то у нас есть формула, которая выражает и Zn-1, и Zn-1 через XY. И мы можем эти выражения сюда подставить. Да, и еще. Когда ставим минус перед этими самыми Ашками, то, когда вы перемножаете, выносится множитель минус 1 в степени n. И когда пару вычеркиваешь, от этого знак не меняется. Поэтому, на самом деле, я мог здесь не написать минусы, а сделать так, написать везде здесь плюсы, но зато домножить на минус 1 в степени n. И то же самое здесь. Убрать все вот эти вот знаки минус, ну, не забыть, да, множитель на минус 1 в степени n-1. Наверное, так будет понятно. Итак, последнее, что мы сейчас должны сделать, это формулу для Zn-1 и для Zn-1 подставить формулу для X. Это даст нам некоторое замечательное тождество для континуанта. Поехали. х, это Zn-1. Помним, что это такое. Это континуанта от чисел a1, an-1 умножить на y. Плюс континуанта от чисел a2 и так далее. а, n-1 умножить на x. Так, это вот так записывается Z-1. Умножить на минус 1 в степени n. И еще умножить на вот ту континуанту. а1 и так далее, а, n. Так, пока все понятно? Хорошо, теперь плюс. Теперь плюс. Берем выражение для Zn-ого. Оно почти такое же, как для Z-1-ого, только надо в минус 1 писать n. Так, умножаем на минус 1 в минус 1. И умножаем на континуанту от чисел a1, an-1. Вот. Так, давайте теперь поймем, какой же здесь коэффициент при y и какой здесь коэффициент при x. Ну, коэффициент при y, к счастью, оказался равен нулю. Почему? Потому что здесь a1, an-1, а здесь a1, an-1. А здесь наоборот. a1, an-1, an-1. И знаки разные. Минус 1 в степени n и минус 1 в минус 1 в как раз разного знака. Поэтому y исчезнет. А вот коэффициент при x вообще-то здесь равен единице. Это так и надо писать. Здесь минус 1 в n-ой степени выносим. На скобку. И коэффициент получается такой. Вот этот вот континуанта от чисел a2 и так далее, а1 и так далее, an-1. Прекрасно. И теперь минус. Произведение вот этих континуантов. а2, an, а2, an, а2, an, и а1, an-1. Ну что, это творится? Оказывается, что вот эта разность равна единице. Если у нас здесь был x с коэффициентом 1, если угодно здесь повторить, 1 умножить на x, то и в правой части коэффициент при x должен равняться единице. Между прочим, мы могли получить и чуть более общее свойство, если бы сделали так. Смотрите. Не обязательно было доходить до конца и потом возвращаться. можно было следующим образом. Дойти до какого-то уровня, что называется, сверху, дойти до какого-то там z, m-ного, посмотреть, какие будут коэффициенты при x и y. И после этого дойти до конца, найти z, n и z, n-1, и с конца к ним вернуться. В таком случае получится другое, чуть более общее равенство, но просто там чуть дольше писать, потому что будет лишняя буква. А смысл, конечно, абсолютно такой же, как я написал сейчас. Это для цепных дробей равенство дает то, что у нас, когда мы цепные дроби изучали, было. Помните, если взять две подходящие дроби, pn делить на qn и pn-1 делить на qn-1, то разность это будет плюс-минус, в зависимости от чего, с тем единица или минус единица, деленная на qn-1. Смотрите, что это такое. Это pn qn-1 минус qn-1 минус qn-1. Это есть континуанта а0 и так далее, а n-1. Вот это континуанта а1 и так далее, а n-1. И здесь тоже идут континуанты а1 и так далее. Почему а1? А не та1. А1 а n-1. И здесь а0 а1 минус 1. Ну, видно, что это как раз и есть такое равенство. То есть, смотрите, здесь вот есть все n букв, здесь на две буквы меньше. Здесь вот у нас без одной буквы, без а1, а здесь, наоборот, без последней. То есть, вот это вот одно из важнейших свойств цепной дробей, что подходящие дроби являются соседними в реале Фрея. То есть, произведение отличается от такого произведения на единицу. Получается, вот на единике континуанта вот таким образом.